Ну что, ребят, всем привет! Всех рад видеть! Всех, кто в половину в 23-25 на моих часах и, возможно, у кого-то даже другие часовые пояса, он всё равно не спит и смотрит этот стрим. Всех рад приветствовать! Сегодня очень поздний стрим по одной простой причине, потому что сегодня Локомотив играл товарищеский матч. Играл он этот товарищеский матч в 3 тайма по 45 минут, а я попёрся смотреть этот футбол на стадион. Напишите, нормально ли всё со звуком, нет ли таких проблем, как в прошлый раз, когда вы все оглохли. Хотя, возможно, вы меня теперь и не слышите, раз вы все оглохли. Но, опять же, по моим сигналам всё более-менее нормально. Ну и вы не сразу пишите, что вам всё плохо, что кровь из ушей полилась, значит, будем надеяться, что всё в порядке. Вот, сегодня Локомотив сыграл свой этот матч товарищеский. И смотрел это всё из ложи Фонбет, Фонбет Лаунж, в который можно было купить билеты не так дорого, как обычно. И, возможно, единственный опыт в моей жизни такого просмотра будет. Но мне всё очень понравилось. Кто-то голос сорвал? Да не то, что сорвал, но такое после футбола, опять же. Вы в последнее время очень редко стали стримы после моего посещения футбольных матчей. Всем привет! Потому что посещаю я футбольные матчи в основном на выездах, а с выездов нету стримов. Вот, но в целом у меня более-менее всегда такой голос после матча, особенно если доведётся чего-нибудь покричать. Ну вот, довелось покричать, соответственно, и голос немножечко пониже, чем обычно. Но нет, ничего не сорвал, не так, как было зимой, когда я там действительно говорить не мог. Голос просто подводил меня. Нет, всё нормально, всё нормально, всё отлично. Ну, за исключением того, что очень жарко, при этом очень душно из-за грозы, дождя. И это тоже, конечно, всё накладывает отпечаток. Я ужасно метеозависимый, и все эти тучи, грозовые, дожди на меня очень сильно влияют. И я целый день хочу спать, когда такая вот погода на улице. Сегодня поговорим о том, что и я, и вы увидели. Вы, ну, кто-то тоже на стадионе смотрел, кто-то по каналу ОККО смотрел. Я ещё не, ну, соответственно, не имел возможности пересмотреть матч. Обязательно пересмотрю. Очень много мне хочется перепонять в этом матче. Ну, вот я поделюсь своими эмоциями, плюс поговорим, наверное, о готовности к сезону, как обычно. Потому что через неделю уже игра с Нижним Новгородом. В целом сбор завершён. В целом Локомотив вот эту неделю уже будет планомерно готовиться к матчу с Нижним Новгородом, который тоже пройдёт дома на стадионе Черкизова. По ощущениям, довольно много ещё работ на стадионе должно было, должно быть сделано к началу сезона. И я не очень представляю, как они управятся за неделю. Ну, давайте, давайте. Обо всём по порядку, наверное. И потом ещё вопросики ваши почитаю. Сейчас можете писать. Я постараюсь все их в итоге зачитать. Но если что-то потеряю, потом не стесняйтесь переспрашивать. Итак, Локомотив. Локомотив нас не радовал товарищескими матчами, потому что два товаряка мы провели, и ни один из них не показывали. Не показывали нам даже голы, которые забивала команда. Выиграли мы у Велеса. Выиграли 2-1. Выиграли мы у Факела. 4-2, кажется. И, ну, ничего мы не знаем об этих матчах, кроме стартовых составов. Кроме того, что там матч с Факелом длился больше обычного, чтобы дать всем поиграть. Сегодня два товарищеских матча должно было состояться. Один должен был быть в Химках. Соответственно, кто-то там должен был сыграть. Ну, и основной товарищеский матч уже должен был быть в Москве, в Черкизово по обычным самым правилам. Но Химки слились. Они решили не проводить этот товарищеский матч. Из-за чего, соответственно, было принято решение Творняк с Динамо провести в три тайма, чтобы все получили какую-то игровую практику. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Ну вот, забегая вперед, что оказалось, что у нас почти вся команда в итоге сыграла 90 минут. Тех, кого мы считаем основными. Были определенные замены, в частности, связанные с какими-то повреждениями, с усталостью очень сильной. Но, тем не менее, 90 минут фактически футболисты выдержали, хотя темп к последним уже 10 минутам у Локомотива упал совершенно. Мне понравилось, как Локомотив в целом организовал посещение этого матча. Посмотреть матч из фонбет-ложи мне понравилось. Цены были не очень высокие. Там 3000 рублей примерно на фонбет, при том, что обычно он там, не знаю, 10-15 тысяч придется отдать за посещение. А тут игра с Динамо, три тайма, все очень хорошо. Единственное, что мне, как обычно, не нравится в Локомотиве, ужасно не нравится. Кто-то однажды в Локомотиве придумал эту потрясающую, гениальную схему с тем, чтобы сначала открывать два сектора, а потом к этим секторам добавлять еще дополнительные. И вот эта вот схема, она живет уже спустя много-много сменившихся людей, которые отвечают за организацию вот таких вот мероприятий. По какой причине нельзя было открыть весь Восток с самого начала, весь Запад с самого начала, я не понимаю. Но получилось так, что вот сегодня буквально открыли продажу, по-моему, на Восток-10. Ну, может быть, вчера вечером, но так ощущение, что сегодня открыли, потому что все остальное было распродано. Почему сразу изначально нельзя открывать сразу весь Восток, я не понимаю. Почему на этот матч, если я не хочу идти на Восток, я обязан брать билет либо на Юг, либо на Фонбет Лаунж, я не понимаю, да. При этом я видел людей, которые были в семейном секторе, я видел людей, которые были в секторе Бавария. То есть как-то они туда попадали, все равно вы туда стюардов нанимаете для того, чтобы там что-то работало, да. Все равно там работают. Но билет туда я купить не могу. Почему это так происходит? Вот из года в год я не понимаю, и это моя большая боль. Возможно, я бы и не пошел в Лаунж, я бы, возможно, пошел в семейный сектор и там бы смотрел футбол. Было бы, может быть, немножечко подешевле. Ну и все такое. По этой же причине уже много лет я не вижу, на какой сектор мне абонемент покупать. А может быть бы, ну, может быть, какой-нибудь бы сезон я бы когда-нибудь себе абонемент купил. Но прямо сейчас на нашем стадионе нет сектора, который мне подходит. Мне хочется не сидеть на востоке. Я там сидел в свое время, мне не понравилось. Я не хочу сидеть на востоке. Но при этом центровые места на западе – это вип-места или пресса. Места на западе, которые продаются под абонементы – это угловые сектора, где ты сидишь напротив штрафной. Тоже там был, и мне там не нравится. В итоге нет места на стадионе, куда я бы хотел купить абонемент. Разово сходить в комфорт, разово сходить в семейный сектор можно. Но вот постоянно дислоцироваться там для меня слишком накладно. Короче, это все лирика. Это все лирика. Сам матч в итоге посетило довольно большое количество народа. Я, честно говоря, не услышал, сколько народа было. Но визуально это был хороший такой вот матч. Да, не было совершенно севера, не было совершенно второго яруса. Юг был до какого-то там третьего сектора заполнен. А первый, второй, по-моему, вообще не заполнялся. Но тем не менее, там тысяч 6-7, наверное, было для локомотива. Очень неплохой результат на товарищеский матч, честно говоря, удивился. Думал, что будет народу меньше. Хорошая атмосфера. Я сейчас пока без футбола, да, вот чисто эмоции. Очень хорошая атмосфера. Мне понравилось. В какой-то момент вернулся в свое болельческое прошлое, так сказать. Потому что Юг начал заряжать кричалки с 2007-го, с 2010-го, с 2013-го. Те, которые были актуальны ровно в то время. И вот их было очень смешно услышать. Но, с другой стороны, и ностальгия определенная взыграла. Было весело. Вот реально было весело. Было ощущение, что все присутствующие на игре, они получают удовольствие, получают определенный кайф от происходящего, не было ощущения, что вот кто-то прям вот бесится, кто-то через силу смотрит этот футбол. Какое регулярно возникает ощущение, когда я хожу на обычный футбол российской премьер-лиги, когда вот прям вот у людей негативные эмоции преобладают от просмотра футбола. Да, какой-нибудь 0-0 смотришь, и все там ругаются, злятся. Этот не так сыграл, тот не так сыграл, судья плохой. А здесь нет. Здесь всем абсолютно было по кайфу, очень расслабленная атмосфера. За это я, наверное, люблю вот товарищеские матчи. В своей жизни я смотрел, наверное, вживую. Только один товарищеский матч Локомотива, это был Сферен с Варушем в свое время, когда мы тоже вот типа столетия праздновали, еще того столетия. Или нет, 80-летия вроде как праздновали. При Ольге Юрьевне тоже вот такая же абсолютно атмосфера, было прикольно. Вот, теперь давайте по 4520. ну, это, конечно, маловато. Мне показалось то, что там тысяч 5-6, наверное, ну, 6, наверное, было. 2335 мне пишут по работе. Мне уже неделю никто не писал по работе. Класс. Теперь давайте по игре, собственно, самое важное, самое вкусное, так как сегодня мы впервые за несколько месяцев увидели, как играет Локомотив. Мне кажется, что такого перерыва, да, вот мы последний матч после против Крыльев Советов сыграли где-то в конце мая, от числа 20 мая. И сегодня, 10 июля, мы впервые увидели игру Локомотива. Два практически месяца мы Локомотив не видели. Мне кажется, такая пауза со мной, по крайней мере, случилась, ну, впервые лет за 10. Ну, может быть, чуть меньше. Кучук, по-моему, тоже не любил показывать матчи на сборах. И там первый сбор проходил полностью без показа товарищеских матчей. Там, возможно, первый и зимний сбор. Там, возможно, тоже была пауза месяцев два. Вот. Ну, а дальше уже нас приучили к тому, что все товарищеские матчи показываются, поэтому расставание с клубом не было долгим. А вот сейчас оно вот прям вот, прям вот сильное. Может быть, еще после чемпионского сезона была тоже большая пауза. Вот я вот, потому что там был чемпионат мира, и, по-моему, Локомотив довольно поздно собрался после вот этого чемпионата мира. Уже не помню. Вот. Но тогда, собственно, немножечко другая повестка была, и нехватки футбола как такового не было. Сейчас была, я очень соскучился, ужасно соскучился по Локомотиву. С вот такого ажиотажа внутреннего и такого желания пойти на футбол, посмотреть на команду у меня не было, ну, вот реально очень давно. Локомотив выпускает на первый тайм состав, который можно назвать боевым. Не удивлюсь, если мы именно такой состав увидим на Нижний Новгород. Абсолютно все сильнейшие на месте. Это Худюков в воротах, это Живоглядов справа, это Е2 и Фасон по центру, слева Текнезян. Играли в такое подобие 4-1-2-3, наверное. Ну да, вот, или 4-2-1-3, ну что-то такое. Близкая к 4-3-3 с таким треугольничком в центре поля, и три у нападающих, которые постоянно друг друга сменяли. Соответственно, Баринов, Корпукас, более защищающиеся опорники. Кто там у нас еще был-то? Надо состав открыть, потому что ничего не готовился, только приехал сразу-сразу к вам. Даже состав не могу вам сходу сказать. Да, собственно, треугольник это был. Получился Корпукас, Баринов, более защищающийся, Миранчук над ними более атакующий. И вот это вот трио Керк, Изидор, Камано, которые между собой постоянно менялись. То Исидор в настрие, то Камано в настрие, то Керк в настрие. Камано справа, Камано слева, Керк справа, Керк слева. Короче, постоянно вот они вот между собой менялись. И что-то похожее на 4-3-3 или 4-1-2-3, 4-2-1-3, как вот кому будет удобнее. Хотя в конце, например, Баринов очень много стал ходить вперед. Это вот характерно для 4-3-3, когда центральные полузащитники начинают врываться по очереди в чужую штрафную. Не столь важно, не столь важно, как это конкретно выглядело. Главное, что вот мы играем с тремя нападающими, потому что сейчас у нас одного центрального нападающего нету. Есть Раканьяц, он вышел только на третий тайм, особо никакого впечатления о себе не оставил. Я думаю, что вот сейчас базово, пока мы не купим нападающего, будем играть вот с этим трио атакующих футболистов, которые, ну, мне понравилось, как они взаимодействуют, в том числе между собой. Гол Исидора просто классика. Да, Керк отдает с правого фланга, Исидор набегает и решает момент. Ну и в целом довольно неплохо тот же Исидор минимум еще два момента имел. Главное впечатление, главное впечатление всей игры для меня, это, конечно, Лукас Фасон. Я остался в небольшом культурном шоке от его игры, потому что, ну, да, я видел его нарезки, да, я сразу для себя отметил, как он здорово читает позицию, как он здорово ее занимает. И ему не нужно особенно часто вступать в отбор, потому что мяч к нему прилетает. И я сегодня уже конкретно смотрел со стадиона. Такие вещи на стадионе особенно хорошо замечаются, потому что ты можешь посмотреть на то, как играет футболист, не только когда на него камера направлена, а вообще просто в принципе посмотреть, как он двигается, куда он перемещается, какие зоны заполняет. И вот реально Фасон вот сейчас в свои годы играет вот этот, конкретный матч, сыграл на уровне какого-нибудь Чорлуки, который Метер, который именно своим чтением игры позволял себе не особо быстро бегать, не особо там как-то вступать в единоборство, просто мяч все равно к нему прикатывался. И вот Фасон делает абсолютно то же самое. И не знаю, вот был ли какой-нибудь акцент у Ока на этом, но вы посмотрите, с чего начался третий гол, как и почему Фасон оказался в той позиции, но мяч опустился, прилетел именно к нему, и он спокойно тут же запустил Керка по пустому флангу, и Керк отдает передачу. Просто, ну, не знаю, сумасшествие какое-то. Очень понравился, очень положительное на меня впечатление произвел. Я думаю, что Мампаси очень сильно присел на лавку, получается, потому что, ну, как подвинуть такого Фасона? Мампаси, у которого как раз вот с позиционной игрой есть большие проблемы, я не знаю. Вот, Фасон выглядит на голову сильнее и круче. Вот, ну, конечно, посмотрим еще, это один товарищеский матч, мы не будем сильно, сильно перехваливать, посмотрим, что будет дальше. Но вот задатки прям очень понравились. В отличие вот от Раканьяца, у которого я ничего вообще не увидел, вот именно в плане того, как он головой играет, да, не бьет по мячу головой, а вот именно как он понимает футбол, я у Раканьяца, честно, ну, мне не понравилось, как он действует. А вот Фасон раздает передачи, получает мячи, и уже сейчас фактически через него игра строится, потому что он этой левой ногой очень классно между линиями футболистов находит. Дальше, дальше, что хочу сказать. Дальше, что хочу сказать. Мне понравилось, как играет Локомотив. Вот, если берем вот эти 90 минут, получается по факту меньше, потому что Локомотив откровенно бросил играть после того, как забил третий мяч. Вот до того, как Исидор забил третий мяч, происходила какая-то сильная деклассация. Короче, Динамо ничего не могло сделать. Локомотив сам не особо сильно стремился играть в футбол. Было видно, что они понимают, что это товарищеский мяч, что, ну, в лучшем случае им нужно там Смолова пнуть побольнее. Уж не знаю, но Смолова доставалось больше всех. Но, тем не менее, Локомотив играл как-то вот реально медленно, скучно. Но потом вот отрезками начинали взрываться, и Динамо вообще ничего не могло противопоставить. Собственно, забили гол с углового, потом Исидор начал выходить один на один, потом забили второй прекраснейший удар Антона Мернчука, потом забили третий отличная атака с участием Керка Исидора. И уже к этому моменту, уже к третьему голу было видно, что, например, Керк просто тупо стал пытаться обводить всех подряд. Вот не играть на результат, не играть на какое-то там продвижение мяча. Вот ему было интересно. А вот смогу я прокинуть между ног? А вот смогу я вот между троих сейчас проскочить? А вот так вот. При этом рывки практически перестали совершаться. Остальные игроки там тоже то ли выдохлись, то ли вот как-то, ну, 2-0, 3-0, что мы будем стараться? Вот как Баринов, например, в ситуации с третьим голом сыграл, со вторым голом наши ворота, вот что он пытался сделать? Ну, чисто такая безалаберность товарищеских матчей. А Динамо было немножко разозленное на тот момент. И первый гол, собственно, тоже примерно так же пришел, когда Горулев, особо не напрягаясь, просто зашел в штрафную, рикошеты собрал себе в ноги и забил гол. Ну, вот как-то локомотив по какой-то причине бросил играть, но в целом даже после того, как он бросил играть, все равно эпизодами они собирались, проводили качественные атаки, да, там не забивали, хотя моменты тоже были у того же там Исидора, по-моему, еще были в концовке моменты. Ну, а Динамо ответила, наверное, начала отвечать только с выходом Тюкавина. Почему Динамо маринует Тюкавина на скамейке и выпускает Смолова в старте, загадка сия для меня есть великая, но это проблемы Динамо. Тюкавин, конечно, просто феномена, очень круто расправлялся с Едваем, потом круто расправлялся с Погосновым, забил гол головой, сравнивающий уже в третьем тайме. Но вот пока Тюкавин не вышел, у Локомотива было довольно просто играть. Вышел Тюкавин, стало посложнее, вот именно с игры Динамо стало создавать моменты, потому что со стандартов, да, какие-то определенные моменты у них все равно возникали, но это стандарты. А вот с игры у них не получалось толком вообще ничего. Тот единственный, наверное, сейв, который был до выхода Тюкавина, был извне игры, когда Смолов бил сейв Худякова. Ну и в целом все на этом. В общем, очень понравилось. Динамо оставляет очень грустное впечатление. Я, честно, не понимаю, во что они играют и как они собираются играть дальше. Защита отвратительная. Может быть, конечно, кого-то купят, но как-то уже поздновато кого-то покупать. Опять же, неделя до чемпионата, а у них Захарян не может полчаса сыграть. Да, его выпустили на замену под концовку и заменили в третьем тайме, в самом начале минут 30 он, наверное, сыграл. Как-то странно, да? Неделя до чемпионата, а у вас главная звезда не может сыграть больше 30 минут. Дальше, дальше. Что я хотел сказать? Это потом. Третий тайм. Уже вышли ребята, которые резерв ближайший, которые явно не будут выходить в стартовом составе, вот, по крайней мере, ближайшие матчи. Очень классный гол забил Максим Петров. Наконец-то у него получился дальний, хороший, плотный удар. Он умеет это делать, но вот дальние удары его в чемпионате, они обычно были довольно смешными. Здесь все получилось, но судья отменил гол из-за офсайда. Перекрывали траекторию. Вратарю якобы, ну, типа, да, сейчас, наверное, такое скорее отменяют, чем засчитывают, но в целом понравилось, как сыграл Петров. Петров, опять же, очень активно, очень ярко, и, ну, для меня было абсолютно непонятно, почему именно Петрова заменили. То есть его выпустили на третий тайм и заменили потом. Хотя вот Петров, мне казалось, один из лучших, кто у нас бегает и играет в этом самом тайме. Выпустили Ракова на правый фланг. Это, конечно, не позиция Вадима, хотя и там он себя как-то пытался проявлять. Именно хорошие умные решения. Вот если отраканьяться, я хороших умных решений особо не видел, то вот от Ракова эти решения были, хотя по физике он сильно уступает соперникам. Ну, еще его время придет. Понятное дело, что сейчас это не основа, сейчас это не стартовый состав, и нападающий локомотив в любом случае нужен, никуда от этого не денешься. Раконец абсолютно не убедил. Ракову еще нужно расти. Играть с трио Керк, Камано и Исидор, конечно, прикольно и весело, но иногда и нужен форвард, очень часто нужен форвард а-ля Кухта, который будет замыкать, собирать, помогать другим забивать, будучи в штрафной, будучи стягивать на себя внимание защитников, постоянно с ними бороться, грызть и все такое. Жалко, что Кухта уехал, с ним было бы совсем, наверное, приятно и весело, но вот пока так. Это вот что касательно игры, ну, на результат вообще не пофигу, 3-3 и 3-3, как бы насрать, учитывая, что третий гол Динамо забивало уже там на 120-й какой-то минуте, 115-й, в общем и целом плевать. Так, по Борису Ротенбергу видел, как обычно, много споров, много каких-то комментариев. Для меня, я много раз уже говорил, что Борис Ротенберг меня абсолютно устраивает в локомотиве, не вижу вообще никаких негативных моментов от нахождения Бориса, я вижу, что его любят игроки, я вижу, что его любит тренерский штаб, что нету никакого негатива, вот какой-то там сынок Ротенберга сидит в составе, занимает чье-то место. Опять же, очень часто люди любят говорить вот этот штамп про то, что Ротенберг занимал место какого-нибудь молодого игрока. Ну, как человек, который следит за молодежью локомотива, могу сказать, что никакого правого защитника в локомотиве все те годы, в Академии локомотива, все те годы, что играл Ротенберг, в двери основы не стучалось. Шарков, к сожалению, так и не дорос, даже близко к основе. Посмотрим, вроде сейчас ФНЛ будет себя проявлять. Конечно, удачи Никите желаю, но не было такого, что вот должен был какой-то молодой играть, а из-за того, что Ротенберг сидел в запасе, этот молодой в состав не попадал. В целом, к Ротенбергу хорошо отношусь, потому что было видно, что он всегда старается, что он никогда не перетягивает на себя одеяло, не требует себя выпускать в составе, много работает, все это тоже, опять же, отмечают. И Игорь Денисов в свое время отмечал, что никаких претензий к самодаче Ротенберга нет. Ну и в целом, многие говорят о том, что Ротенберг отвратительный, самый худший футболист в мире, но не может, не может условный Ростов, Бердыева, играть с Ротенбергом каждый матч по 60 минут, занимать второе место, и при этом Ротенберг был бы самым худшим футболистом в мире. Ну, такого не бывает. Да, не звезда, но по сравнению с Николаем Рассказовым, я думаю, что разница не особо велика. Поэтому сегодня теплое прощание, видно было, как все угорали, мы жестко ржали с того, как Борис Ротенберг вышел, и сначала ему отдали передачу, он побежал не туда, потом он отдавал передачу на Беку, Бека тоже развернулся и спрашивал, куда ты отдаешь передачу. Это жутко весело, абсолютный хохот был, но я говорю, атмосфера была такая, что все абсолютно получали удовольствие, никакого негатива относительно того, что ой, Ротенберг, а что он делает, а за что ему капитанскую повязку, я вообще не видел, видно было, что и Юг очень сильно угорает по всему этому, и кричалку ему зарядили, ну, короче, трэш и угар, как и должно быть на футболе. Прикольно, тоже, опять же, много видел, типа, а вот, там, не знаю, Чурлуки не устраивали такое прощание, Игнатьевы не устраивали такое прощание, ну, для меня это довольно странные аргументы, то, что кому-то не устраивали прощание, хотя, на мой взгляд, у Чурлуки было очень трогательное и очень крутое прощание, там, у Ласькова было прощание, именно то, которое он хотел, чтобы выйти на поле в официальной игре, а не в каком-нибудь товарнике, а не в каком-нибудь выставочном матче, ну, и с большинством игроков, которые эти заслуживают, у нас все-таки нормально прощались, слава богу, а если не прощались, то это потому, что они уходили с каким-то вот полускандалом. Все это не повод не чтить и не устраивать какие-то приятные проводы на пенсию игрокам, которые в Локомотиве довольно долго находились. Что вам еще рассказать? Давайте поговорим немножко о готовности к сезону. Этот матч мне довольно серьезно зарядил позитивом, то есть, мы играем так с Динамо, команда, как ни крути, все-таки обладает хорошими исполнителями, по крайней мере, начиная с линии опорников и выше, да, то есть, опорная линия, линия нападения, она у Динамо качественная, крайние защитники качественные, мы можем говорить о том, что Кутицкий, Сазонов не лучшие защитники, но, тем не менее, команда только что боролась там за самые высокие места, и я смотрю футбол, я вижу, что они вообще не поспевают за Локомотивом, они не успевают, не понимают, как им бороться с Локомотивом, да, в итоге забили на каких-то индивидуальных ошибках, когда Локомотив уже бросил играть, но это товарищеский матч, при счете 3-0, в принципе, можно себе позволить бросить играть в товарищеском матче, так что, как мы будем играть против, как Пари НН будет защищаться против Локомотива, честно говоря, не очень представляю, надежды на этот матч довольно высокие, лично у меня, посмотрим, как обычно, надежды очень быстро разбиваются о суровый быт, в принципе, то же самое было и в прошлом году, вроде казалось, Локомотив, все хорошо, все должен сейчас начать играть, а потом, бац, и чуть не проигрываем Тульскому Арсеналу, только после удаления кое-как три мяча заковыряли, может быть, и Нижний Новгород с Рыбчинским, с Гуцуком, тоже какие-нибудь с Берковским, тоже какие-нибудь нам палки, колеса вставят с Андреем Никитином, есть проблемы с нападением, как я уже сказал, что какие-то матчи мы будем, мы не будем добирать очки в этих матчах, потому что Керк и Сидор Камано, люди, которым нужно пространство и скорость, не будут этого самого пространства получать, а бороться внутри штрафной по большому счету некому, и Раканьяц пока не убеждает, и ну как обычная боль это фланги, обороны, если ну более-менее понравилось, как играл Тик Низян, очень активно, очень высоко, но опять же без какой-то сильной конкретики, но меня такое устроит, то ну Живоглядов, как обычно, с нескольких попыток не сделал ни одной точной передачи, а сменщики их меня, честно, вообще ужаснули, потому что как играл Мородишвили, как играл Максим Нинахов, очень медленно, очень резко, очень лениво в ряде эпизодов, Мородишвили несколько раз просто не добегал до, ну то есть идет закидушка за спину, и Мородишвили такой, ну ладно, мампасис бегает, ну нужно помогать, нужно бежать, нужно тоже прессинговать, а Мородишвили просто стоял на месте, и я бы понял, если бы он до этого 90 минут отбегал, но он же вышел на 90, а там условно на 105-й не побежал за мячом, не побежал за мячом раз, не побежал за мячом два, какой-то технический брак допускал на фланге, ну короче, мне вообще не понравился Мородишвили, ну а Нинахов, блин, Нинахов, левый защитник, есть, есть вопросы, и в том числе по тому, зачем отпустили Сильянова, как мы будем проводить этот сезон, крайние защитники, это очень-очень важно, крайние защитники, это, там, половина нынешнего атакующего футбола в мире, то, что у нас на одном фланге Жвоглядов, Мородишвили, на другом, Тикнизян, Нинахов, это нехорошо, но в остальном, блин, Худюков классные сейвы делал, Тюкавин его там не мог пробить, выйдя один на один, Смолов его не мог пробить, выйдя один на один, неплохо выходил, забирал мячи, там, не знаю, фасон классный, едва, да, его там Тюкавин в одном моменте накрутил, но несколько раз там едва и до чужих ворот добегал, и, в принципе, мог бы даже забивать, если бы чуть-чуть у него чутья было побольше, покатись он на дальнюю штангу, не помню, кто бил, но кто-то бил вот так вот под дальнюю штангу, если бы едва и покатился, то мог занести мяч ворота, там, воздух выигрывал на чужих стандартах, на своих стандартах тоже неплохо сыграл, в общем, здорово, Баринов с Карпукасом, Карпукас сегодня мне чуть меньше понравился в плане того, как он играл в пас, потому что очень много было игры назад, невынужденной совершенно, то есть и были варианты сыграть вперед, а он разворачивался и искал более надежный вариант, я знаю, что Артем может играть вперед, и ему нужно стараться и пытаться это делать, Барра играл как обычно Барра играет, иногда вот глупо, как в моменте со вторым голом, иногда прям вот начал во втором тайме вдруг неожиданно бегать вперед, подключаться к чужой штрафной, и в подкатах у своих ворот очень много играл, блокировал удары, ну короче, вот типичный Барра, как умеет играть Барра, но, конечно, знаем мы и более топового Диму, но давненько уже не видели. Атакующая линия, вообще вопросов нету, ну может быть Камано немножечко потерялся к концу матча, поначалу и Камано был хорош, но вот к концу матча уже потерялся, вот я поймал себя на мысли, что когда Исидор забил, Камано к тому моменту я не видел в игре уже минут 15. Но тем не менее, все равно первый тайм, часть второго тайма очень неплохо, в том числе бежал, разрывал, пытался что-то сделать. Отдельно, наверное, стоит отметить Антона Мирнчука, потому что Антон сейчас единственный, кто может заменить Рефата. Показалось то, что Антон не очень понимает, как ему играть в этой позиции. В обороне уж точно совершенно постоянно бегал, закрывая ничто. Ну и в атаке тоже периодически не понимал, что ему делать. Но это все равно Антон Мирнчук несколько шикарных передач вырезал, забил гол как раз вот то, чем ему нужно заниматься, это принимать передачи в штрафную и находить моменты для удара с правой ноги. Это то, что он умеет делать шикарным образом, нашел он этот момент, получил передачу, развернулся, пробил без шансов для Шунина. Получил небольшое повреждение, но вроде с ним все в порядке, просто небольшой спазм, решили не рисковать, убрали его сразу с поля. Надрыва мышцы нету, ничего страшного. Значит, будет готов к следующей. Игре с Новгородом, и он будет очень нужен именно от Антона, от того, как он умеет вскрывать оборону передачами, именно от того, как он сможет пару раз приложиться издалее. Я думаю, будет в сильной степени зависеть ход игры. Если забьем довольно рано, если сможем эту оборону вскрыть, то я, опять же, я вот смотрел матчи по РиНН, но я не очень понимаю, что они могут противопоставить быстрой скоростной игре Локомотива. Но это будет через неделю, это будет российская премьер-лига, а не товарищеский матч, и, соответственно, это все будет уже совсем по-другому. Все, много болтаю, много наговорил, высказаться хотел, высказался, поэтому давайте теперь читать вас, мой любимый, дорогой чат. Но сначала я пойду себе чай принесу, который у меня готов, и стоит на столе уже 40 минут. Продолжение следует...